Народный театр-студия «Дебют» готовится к премьере. Многолетний руководитель, режиссер и вдохновитель дебюта Виктор Чупика вынужден был расстаться с Харцизском и своими воспитанниками, но театр-студия продолжает жить. Виктор Николаевич был вынужден летом уехать, уехать в город Киев. Сейчас он там находится, работает, очень скучает, но тем не менее ему не хотелось бы, чтобы театр прекращал свою работу, поэтому я как его помощник в прошлом, как его воспитанница, он меня попросил, и я была не против взять группу, одну из групп театра-студии «Дебют» и продолжать его работу. Татьяна Акимова пришла в дебют в 2005 году, тогда она училась в 9 классе. Сегодня молодой режиссер продолжает дело своего наставника и получает образование в Луганской академии культуры и искусства на режиссерском отделении. Ко Всемирному дню театра коллектив ставит непростой спектакль – драму «Дорогая Елена Сергеевна». Репертуар выбирали вместе с ребятами, очень многое было прочитано, но когда ко мне в руки попала пьеса именно Людмилы Разумовской, «Дорогая Елена Сергеевна», я сразу же вспомнила фильм. Всегда это тема цинизма, детского, может быть, даже цинизма, быстрого взросления детей, как они думают. Всегда она будет актуальна, и она была актуальна, тем более в данное время. Мы сейчас живем в такое время, когда мы должны показать, что это нужно искоренять. И наоборот, мы должны быть открытыми друг к другу, должны быть милосердными. Герои спектакля, выпускники обычной средней школы, кажется, напрочь забыли о милосердии. На малой сцене «ЦДЮТ» актеры дебюта пытаются раскрыть худшие качества персонажей пьесы. Такая история, впрочем, вполне может случиться и сегодня, уверены Вадим Нагиба и Эльдар Гениятов, которым пришлось вживаться в роли совсем неположительных героев. Володя – это, пожалуй, самый главный негативный персонаж, и его главная задача – это самоотвердиться за счет ребят. Он главарь у них, и он заставляет их что-то делать, они не хотят, но все действия происходят по его плану, по тому, как он задумывает. Я играю роль Паши. Паша – это человек, который пришел сюда для того, чтобы получить ключ. Ну, как и все остальные. Он человек не из разряда под лицов, ему приходится играть, ему надоедает под конец играть под лица. Это чисто жизненная история, весь вообще этот спектакль – это социально-психологическая драма, которая рассказывает о жестокости молодежи, и мы старались показать ее приближенно к реальности, и я думаю, у нас получилось. Ближе к финалу сюжет драмы накален, кажется, до предела. Зрители увидят эту сцену всего один раз, но чтобы они поверили, актерам приходится выкладываться на все сто на каждой репетиции. Когда я должен был показать всю свою ненависть, которая держалась и хранилась во мне, весь этот спектакль, и которая копилась за всю мою жизнь, и жизнь моего героя, конечно. И высказать это все, и показать своей мимикой и жестами. Это был самый сложный отрывок. Это сложно, прежде всего, физически. В последней сцене, когда есть длинный монолог Елены Сергеевны, это до того, что начинает трясти, начинает болеть сердце, ну, лично у меня, для меня это я так не умею. Ну, там, лично я так не кричу, я так не пользуюсь, это большая физическая нагрузка. Вот, и поэтому приходится еще взаимодействовать с теми, кто на сцене, это тоже труд. Вот, обычно это все происходит легче. И через смех. А тут смеяться нельзя. Роль, придуманной автором пьесы учительницы Елены Сергеевны, играет харцизская учительница Татьяна Александровна. Режиссер хочет, чтобы я была серьезней. А на самом деле, я очень сильно люблю тоже, как и все дети, посмеяться. Ну, мне в работе это сильно помогает, но здесь нужно быть предельно серьезным, взрослым человеком, то есть на несколько лет старше, чем я являюсь на самом деле, и стесненными другими жизненными обстоятельствами. У нас не хэппи-энд, мы все оставили так, как у автора. Я думаю, проберет вот где-то вот, вот эта вот струна должна задражать у зрителя, они должны поверить в эту историю. Удается ли актерам дебюта по-настоящему перевоплотиться на сцене, зритель сможет узнать уже в пятницу, 27 марта. В 17.00 на малой сцене Харцизского центра детского и юношеского творчества будут играть дорогую Елену Сергеевну. Дорогая Елена Сергеевна, от имени и по поручению всего 10-го класса, стоящего на пороге неведомой, но безусловно прекрасной жизни, хотим поздравить вас с днем рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...